Утро пятницы. На Матросово, 56-й, высматривает Александр Ткачёв. Мужчина помог разработать Красноярск-Горд-Трансу новые правила для общественного транспорта по перевозке людей с инвалидностью. И заранее предупредил водителя, автобус ждёт пассажир на коляске. То, что вот сам, чем пользуюсь сам, чем меня помогали, как, я так всё это написал просто. Какие главные там пункты? Ну, первый пункт, чтобы меньше проблем было по посадке-высадке пассажира, если для пассажира, то надо тогда, чтобы автобус подъезжал к параллели, вернее, аппарель, чтобы ложилась на тротуар. По правилам автобус должен остановиться у края бордюра. Тогда аппарель, наклонная плоскость, по которой поднимается колясочник, будет не слишком крутой, и человек сможет попасть в салон самостоятельно. Почти плоская получается, и можно спокойно заехать. А сейчас более сложно, у него нет инструкции, он просто, ну вот, в двух-трёх словах понял, как что делать. Водителю приходится ввозить в салон особенного пассажира самому. Притык подъехать автобусу мешает машина такси, которая ищет клиентов тут же на остановке. Правда, таксист Сергей говорит, что проблем автобусникам не создаёт. Никому я не мешаю, я вот здесь 30 лет стою, никому не мешаю. Хотя такси никуда не исчезло, 36-й подъехал близко, и Александр смог самостоятельно сесть в автобус. Сейчас аппарелями оборудованы 193 автобуса, они отмечены специальным значком. А уже через месяц пассажиры на коляске смогут предупреждать экипажи доступных автобусов, что они их ожидают на остановке. Нужно будет сделать заявку на сайте Краснодарсгортранса или позвонить в диспетчерскую. В эти дни систему как раз тестируют. Здравствуйте, это инвалид стоит на Матросово, на остановке, в сторону предмостной. Мне надо шестой автобус дальше ехать. Да-да-да, сообщите, пожалуйста. Всё понял, спасибо, спасибо, я на остановке. Как только потеплеет, и они будут передвигаться в общественном транспорте, они могут позвонить департамент транспорта, оставить заявку, то, что они хотят воспользоваться общественным транспортом. Мы даём им ссылку, и они будут пользоваться. Правда, пока уехать получится не по всем направлениям. Ещё 20 городских маршрутов не имеют ни одного приспособленного для пассажиров с инвалидностью автобуса. Главдия Стельмахович Дмитрий Яковлев, Афонтово, Новости.